Московский хирург Александр Петровский готовит пациентку к операции. 82-летняя женщина с диагнозом рак молочной железы. Одно из самых распространенных заболеваний в России. Трудность хирурга в том, что он должен не просто удалить новообразование, но и постараться сохранить женщине грудь. Мы постараемся во всех случаях, когда возможно, сохранить молочную железу и выполнить операцию в том виде, чтобы была максимальная симметрия молочных желез после операции. Особенно, и повторюсь, это важно для молодых пациенток. На день московский хирург провел 4 операции. Ассистировали Петровскому липецкие онкологи. За ходом работы доктора можно было следить и по монитору. Операция транслировалась на экран в конференц-зале. Каждое действие хирурга обсуждали вслух. Для липчан такой мастер-класс уникальная возможность принять опыт ведущих онкологов страны. Патология молочной железы у женщин на первом месте среди онкологических заболеваний. И по заболеваемости, и по смертности. Мы берем почти 600 пациентов в год на учет с этой патологией. Поэтому это для нас весьма актуально. Похвастаться есть чем и у липецких онкологов. Ведь наш регион четвертый в стране, где используется уникальная методика лечения рака молочной железы. С помощью радиоактивных изотопов они позволяют определить наличие метастаз в лимфатических узлах. 14 операций с применением этого метода прошли успешно. Если в этом узле нет поражения метастазов, то калечащая операция по удалению клетчатки из подмышки не выполняется. То есть получается, операция заканчивается небольшим разрезом, и больная через практически день может идти домой и совершенно без всяких ограничений, связанных с большой операцией. Подобные мастер-классы проводятся в онкодиспансере почти каждый месяц. Врачи уверены в совершенствовании профессиональных навыков и обмен опытом позволяют идти медикам в ногу со временем. Анастасия Сердюкова, Роман Авраменко, Липецкое время.